Нам надо поговорить. И на этот раз речь пойдет об уверенности в себе. Вообще эта тема очень важная. Понятно, что уверенность залог успеха, причем во всем, и в личной жизни, и в карьере. Как стать уверенным, об этом поговорим прямо сейчас. Но начнем с того, что такое уверенность. Вообще, что это? Давай, это русское слово, корень вера. То есть буквально уверенность, когда ты сам себе доверяешь, когда ты в себя веришь, когда ты себя чувствуешь человеком, который сам решает, как ему жить. Понимаешь? Это вопрос веры в самого себя, принятия себя, имеет человек высокую самооценку и так далее. Уверенный человек имеет какую-то другую жизнь. Как правило, ты правильно говоришь, успешную. Почему? Потому что он уверенный. То есть уверенность равно самооценка. Ну да, уверенность это и есть самооценка. Неуверенная низкая самооценка. Да, еще добавлю. И любовь к себе тоже имеет отношение к уверенности. Люди в себе неуверенные себя недолюбливают. Ты никогда так не думала? Думала. Ну вот смотри, известно, что красавица и мировой секс-символ, например, Мэрилин Монро, была дико неуверенной в себе женщиной. При этом она добилась многого. То есть уверенность в себе не обязательна для достижения успеха. Я могу прокомментировать твою фразу «она многого добилась». Я хочу ее рассмотреть как женщину, а не как актрису. Если ты имеешь в виду, что она родилась в нищей семье и заработала много денег, да, добилась. То она известна на весь мир, ее любят и хотят все, наверное, мужчины. Вот, давай про это и поговорим. Значит, Мэрилин Монро была в себе крайне неуверенная, постоянно срывала съемки, кричала «Я бездарная, я никому не нужна» и так далее. Во что это вылилось? Поехали. Братья Кеннеди передавали друг другу и другим знакомым людям ее. Как я не знаю, как проститутку какую-то. Ее муж Артур Миллер, который, кстати, мы сейчас об этом поговорим, ну, был такой выдающегося ума, считался человек-драматург, он над ней стебался перед людьми. Он пытался ее унижать перед другими людьми, чтобы на ней другие. Она его обожала. Да, кстати, в иудаизм из-за него перешла. А, кстати, выяснилось, что она сама была вообще не дура. IQ был 140, выше, чем у Кеннеди. И это еще не все. Она прочитала роман «Улис», и там были ее пометки. Я, например, не смог прочитать. Из-за того, что она не любила себя, но она из очень такой... Ну, это из детства. Ее не любил никто. А Джо Димаджо, который, казалось бы, да, с ней развелся после известного инцидента на съемках и так далее. Это человек, который умер в одиночестве. Я сейчас не хочу обсуждать, умер или убили. Во всяком случае, ее нашли с оторванной телефонной трубкой, она всем названивала. Не приехал никто. Этот секс-символ мира, да. Приехал Джо Димаджо, когда она мертвой уже была. Поэтому, как это не родись красивой, родись счастливой. Из-за того, что у нее была... Родись уверенной. Уверенной, да. Очень низкая самооценка и жуткая неуверенность. Из-за этого она, к сожалению, как она сама считала, была нелюбимой никем. Она была, как тебе сказать, ну, как секс-символ, да. Но те люди, которые ее окружали, они ее не любили. Это правда. Признаки уверенности. В первую очередь. Давайте скажу внешние признаки уверенные. Люди не ходят носками вовнутрь уверенные. Они ходят или так, или вот так. Но никогда они не ходят вот так. Они никогда не ходят вот так. Ортопеды вообще считают, что так как многие нас смотрят, имеющие сколиоз и детей с искрением позвоночника, что в определенном смысле это, ну, такой вопрос неуверенности. Что не просто человек такой сгорбленный, и у нее такая шея в плечах, да, и голова. А он так себя чувствует неуверенно. Люди уверенные, они вот так ходят. У них выпрямленная спина, они гордо смотрят вперед себя и так далее. Уверенные люди. Я тебе приведу пример уверенного человека. У меня только что была лекция в Риге. Очень много народа, и не все могут задать вопрос. И вдруг одна девушка два раза задает вопрос. Сейчас и через 20 минут. А вопрос, чтобы задать, подошел человек с микрофоном и дал микрофон. И я решил обыграть эту историю и сказать, вот как понять, что она уверенная. Почему в зале, где сидит очень много людей, никто не смог два раза, а она смогла. У нее такое внутреннее убеждение в своей правоте, что человек, который ходит с микрофоном, не мог противостоять. Она не вырвала микрофон, она не кричала. Вот ее уверенность, понимаешь, она просто горы сворачивает. Или обаяние. Ну, а там тоже была девочка, там вряд ли на обаяние возьмешь. А она настолько вот внутренне, вот эта уверенность, да, это реально горы сворачивает, что она и так раз невольно и опять дает микрофон. Зал, кстати, засмеялся, потому что там еще такая тема была, почему одни выходят по 10 раз замуж, а другие ни разу говорят, вот. Почему кто-то ни разу не смог задать вопрос, а это два раза задает. Уверенность в себе. А теперь наоборот, признаки неуверенных людей. Неуверенные они какие? Они, во-первых, у них реально по походке видно, что они неуверенные. Они обожают, мы сейчас, я такие очень поверхностные вещи хочу рассказать. Мы дальше, да, разобьем эту тему. Чтобы люди понимали. Они, знаешь, как говорят, я полагаю, мне кажется. Хочешь сказать, ну, кажется, крестись тогда. Они даже, когда говорят, они настолько неуверены, что они пытаются даже, как тебе сказать, ну, что такое мне кажется. Это человеку реально кажется. Он не говорит, я считаю вот так, так, не думается, я полагаю. Он не говорит, дай мне, хорошо, вежливо, дай мне, пожалуйста. Говорит, а вы не могли бы мне передать? Ну, это же просто, ну, такт какой-то, это воспитание. Подожди, хорошо, а ты читаешь хамская фраза, дай мне, пожалуйста. Не могли бы вы передать мне соль? Марьяна, вот ты как женщина, тебе нравятся мужики, которые говорят, Марьяна, а можно я вас поцелую? Слушай, вали отсюда, скажешь, да? Дебил. Нет, нельзя, правильно? Неуверенно себя так и ведут. Они, не говоришь, чтобы они там без очереди лезли, да? Так они вообще всем извиняются вообще на то, что они живут, понимаешь? Они все, а можно. А вы, а попробуйте, а можно вот это, а нельзя ли? Ну, что это такое? Ну, в принципе, да, я согласна. У меня была смешная история. У меня был американец. Мы с ним общались по скайпу. Что-то, что у меня был американец? По скампу, пациент. Он американец, американец. Он работал в школе, он по-русски не разговаривает очень. То есть он говорит по-русски, но не пишет, а не читает. Его ребенком привезли. Значит, я его, у него куча проблем. Он неуверенный, жуткий, и за это у него все проблемы. Например, у него в школе есть компьютеры, которые выдают на классном. 30 планшетов, и сидит какой-то завхоз, который выдают, а мы не выдают. Ой, а можно мне? А все, говорит, уже все, забрали. Он говорит, а как эту проблему решать? Я говорю, а почему, говорите, можно мне? Он, как ты, говорит, потому что это вежливо. Нет, я так не говорю, я просто привожу пример. Нет, все тактично, да. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы можете сказать, дай мне компьютеры? Говорит, это хамство. Нет. А можете сказать в магазине, дай мне бутылку со второй полки? Говорит, мы так в Америке не говорим. Я все прямо голову, все ездил, думаю, как ему помочь? Говорю, а если ты скажешь, дай мне компьютеры, пожалуйста? Говорит, вежливо. А не, как это, говорит, may I, да? Нет, а просто дай мне, give me please. Говорит, дадут. Это вежливо-вежливо, у нее через неделю другая жизнь началась. Почему? Потому что дело не в обороте лексическом. Это не семантика. Это все внутри. Конечно, он так себя выражает, как он себя чувствует. Мог ли я? Это, знаешь, это такой, это вот шинель Гоголя, понимаешь, да? Это человек, который всего боится, который пытается всем понравиться, быть очень тактичным. Вообще, Фред по этому поводу говорил, что вот эта интеллигентность, это все табу, в основном, это запреты. Ничего хорошего. Не надо есть, конечно, руками, да? Но и стоять, когда есть свободный стул, тоже не надо. Сядь, ну что это такое? А я интеллигентный, я должен постоять. Откуда это? Вот откуда уверенность и откуда неуверенность? Я думаю, главная причина – страхи и тревога. Как ни странно. Ты же скажешь, Михаил, может, действительно воспитанная? Нет. Страх и тревога. По поводу? По поводу всего. По поводу, могу ли я себе это позволить? Достоин ли я. Достоин ли я. Имею ли я право и так далее. Вот этот страх, что я недостоин, что я не тот человек, который может себе это позволить, заставляет людей вести себя очень неуверенно. И, кстати, мы их не любим. Знаешь, что их любят? Любят работодатели. Психиатры. Психиатры, понятно, да. Работодатели, потому что они из-за неуверенности, как правило, еще перфекционизм, они все переделывают. У них все идеально блестит. Они же неуверенные. А человек уверенный сделает, что ему говорят, на. А что это такое? Да я так делаю. Я так работаю. А от чего зависит уверенность? Что за этим стоит? Уверенный в себе человек. Первое. Это, конечно же, отсутствие страхов. Для того, чтобы быть уверенным во всем. Давай просто аспекты рассмотрим. Уверенный в работе. Это человек, который уже на собеседовании смотрит в глаза работодателя. И от него исходит определенная сила убеждения в том, что он знает свою работу. И он хочет тех денег, которые он просит. А как неуверенный на работу устраивается? Как вообще последний шанс? Или сейчас мы с голоду все сдохнем? Не возьмите, пожалуйста. А как они деньги просят прибавку? Ой, вы знаете, я у вас 15 лет работаю. У нас раньше такая была работа. Сейчас она прибавка. Вы считаете, я же могу уже. А как уверенный просят деньги? Мне нужно вот столько, или я у вас просто не работаю. И ему, кстати, платят. Проверено. А есть же варианты, ну не работайте, до свидания. А для этого нужно, чтобы он был готов уйти с работы. Тоже вопрос уверенности, что он заработает деньги. Неуверенный никогда не уйдет. Неуверенный будет думать, что это вообще последний шанс в жизни. Но он рот вообще не откроет. Ты о чем говоришь? А если ему там не 25 лет, а 50, он вообще скажет. Слушай, слава богу, что у меня есть эта работа. Я за нее держаться буду обеими руками и так далее. Дальше. Уверенный человек. Все-таки, ну я как мужчина тебе скажу, да. Он подходит к той девушке, которая ему нравится, а не та, которая на него откликнется. Понимаешь? Это не те же. Это разные люди. Он работает на любимой работе, потому что он в себе уверен, что он это может сделать. Он женат или, я не знаю, живет с девушкой, которую он любит, потому что он ее достоин. И для нее, как для женщин, это чувствуется, что мужик в себе уверенный. И у него абсолютно другая жизнь. Понимаешь? Он ничего не боится. И здесь, кстати, самое важное, это не сила. Значит, у меня была такая интересная беседа с одним, очень известным, кстати, он израильский диссидент бывшим, который сидел, это есть в Израиле понятие узник Сиона. За, так сказать, попытку уехать в Израиль нелегальным путем, он, как в Щеранске, тоже сидел. Он рассказывает, кто выживает, что такое уверенность, кто выживает в семье. Это эпизод из фильма «Вудиалин». Понимаешь, Вудиалин, да? Значит, он полюбил проститутку и живет с ней. Тут приходит сутенера его убивать за то, что он без спроса живет с чужим товаром. Такой здоровый мужик берет Вудиалину, поднимает воздух, и уже пытается его убить, и спрашивает свою шестерку, говорит, мне нужны билеты на футбол. Этот говорит, какие билеты на футбол, они на год вперед проданы. Тут Вудиалин, вися в воздухе, говорит, вам нужны билеты, я могу устроить. Через 10 минут они сидят за столом, и этот громил и говорит, если тебе кто-то понравился, бери любую. Вот что такое уверенные люди, он просто рассказывал, кто в тюрьме выживает. Люди без страха. Уверенность – это перманентное состояние? Или можно быть в одной ситуации уверенной, а в другой нет? Нет, ну, например, я уверена, что я хорошо выгляжу, я, соответственно, одета по случаю, у меня там все в порядке с маникюром, с прической, я становлюсь от этого чуть более уверенной. А, например, в работе, в какой-то, я сейчас не про себя говорю, а вообще, ну, я не знаю, просто пример, эту работу мой коллега сделает лучше, чем я, ну, потому что у него больше опыта, больше времени на это и так далее. Я понял. Давай так рассуждать. Большинство людей ведут себя, как ты сейчас рассказала. То есть у нас очень избирательная уверенность и неуверенность. Самый трусливый человек в чем-то уверен, например, профессионально, да? Самый смелый герой, например, абсолютно не уверен в себе, там, как мужчина, об этом любит в кино показывать, такой прямо убийца, а тут он прямо такой нежный подросток, который вообще боится женщин, да? У всех у нас есть слабые, сильные места. То есть это нормально? Это ненормально. Я считаю, что уверенность должна быть тотальная. Ты немножко по-другому рассуждаешь, ты как бы рассуждаешь трезво, что я просто понимаю, что здесь я так, а здесь пусть лучше он. Ты просто не пытаешься все вместе захапать, понимаешь? А неуверенный, он стесняется, он боится, он не берется, потому что он же неуверенный, у него же может не получиться, а ты говоришь не так, говорит, я бы взялась, зачем? Он сделает лучше. Это ты опять уверенный получаешься. Поэтому, да, еще любопытная деталь. Специально для женщин. А 99% женщин уверены только при наличии мужчины в своей жизни. Этот бред начинается еще в школьные годы, когда в восьмом классе дискотека, а девочка стоит, подпирая стенку, и здесь она вдруг понимает, что ее самооценка напрямую связана. Пойдет она сейчас танцевать или ее не пригласят? Нет. Слушай, я как мужчина тебе скажу, есть у меня женщина или нет, общение влияет на мою самооценку. А женщины так не могут сказать, понимаешь, в чем дело? Ну, в большинстве с вами. А, да. Я сейчас хочу тоже сказать на камеру, обращаясь к женщинам, дорогие женщины, самооценка никакого отношения не имеет к тому, есть ли у вас мужчина в жизни или нет. Но я не могу женщину в этом убедить. Я могу еще пять раз сказать на камеру, они мне не поймут, почему. 90% женщин во всем мире реально меряют самооценку по наличию мужчины в жизни. Вот такая женская странная самооценка. И если уверенности равно самооценка, то завышенная самооценка, это плохо? Это лучше, чем заниженный 100%. Пусть лучше ты думаешь о себе больше, чем ты представляешь для других. Ну, а в реальности ничего. Ты знаешь, это бывает плохо только в том случае, если тебе приходится лететь с этой высоты. Что ты все время думал, что ты прямо, я не знаю как, в результате никак. Но если ты живешь, думаешь, что ты прямо вот королева, да, так прекрасно. Так и будет. Во-первых, ты будешь королевой. Во-вторых, ты правильно сейчас упомянула. Те же мужчины, про которых мы сказали, они реагируют только на самооценку. Даже больше, чем на внешность. Потому что, когда женщина красивая и уверенная, да, если взять дух и красивая, и неуверенная, то красивые тоже подойдут, но быстро отойдут. Когда она откроет рот и начнет общаться, ее неуверенность тоже сольет всю ее внешность. Понимаешь? А уверенность даже, я думаю, ценнее внешности во многом. Как развить вот эту уверенность в себе и повысить самооценку? Это огромная работа. С чего начать? Начать с того, что ты должен понять, во-первых, почему ты неуверенный. Обычно неуверенные люди, вот у нас была, до этого передача про родителей и детей, да, потому что родители себя так вели в детстве, что они внушили тебе эту неуверенность. Например, не трогай, не бери, ты этого не умеешь, ты сейчас ломаешь, ты разольешь. Когда ребенок вообще пытается, не знаю, посуду помыть, еще что-то сделать. Потом он растет, да, он начинает учиться в школе. Ты что, идиот, что ли? Ты вообще не понимаешь? Да мы с матерью вообще на пятерке учились. Или мы в твоем возрасте уже там войдет. А ты вообще, да, 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 да. Что из тебя вообще вырастет? Вот это все, это такое, а, кстати, родители себя так ведут, они тоже неуверенные, им надо самооценку повысить. Конечно, за счет ребенка. За счет ребенка, да, повышают. Плюс есть просто прекрасные родители, просто сами неуверенные. Так вот, за счет этого ребенок вырастает неуверенный в себе. Огромную роль играет, это очень сложно понять, у нас не медицинская программа, тревожность. Тревогу убивает напрочь уверенность. Как бы ты ребенка уверенно не воспитывал, если ты тревожный родитель, ребенок вырастет тревожным и опять неуверенным. Дальше. Ты взрослый человек. Неуверенные люди, они, как сказать, они, как правило, лузеры, если честно. У них все из рук валятся, их не очень любят на работе, они там долго не задерживаются, они кое-как живут, потому что неуверенные люди получают то, что остается от уверенных, скажем так, да. В первую очередь на работу принимают, выходят замуж, больше платят денег, уступают места и бла-бла-бла тем, кто вот имеет эту внутреннюю харизму. Но здесь же тоже важно понимать, что уверенный человек, это не тот, у кого все с первого раза само получается. То есть он падает, но встает всегда. Уверенный, он же верит в себя. А это же один раз сделано, скажем, да я вообще связываться дальше не буду. У меня же ничего не получится. Я же знал, что не получится. И все. А уверенный в этой ситуации? Да. Я, кстати, люблю такие, знаешь, боевики, где вроде вообще все уже, да, он умереть должен. Нет, находит сволочь в дырку и выживает как-то. Именно за счет уверенности. Вообще, обратив внимание, тут интересен русский язык, мы уверенность и самооценка говорим с точки зрения психологии, но корень-то это вера, вера человека в самого себя. Теперь следующий вопрос, а за что в себя верить, спросишь ты? Да ни за что. И мы тут натыкаемся на следующую причину неуверенности. Называется небезусловная любовь. Когда родители, имеющие ожидания от ребенка, внушают им неуверенность таким образом, что он не дотягивает, понимаешь, до их ожиданий. А здоровые родители любят ребенка просто так и вообще не имеют никаких ожиданий. А еще, знаешь, любят сравнивать. А вот у Вася, это Вася. Кстати, вот ты правильно сейчас эту тему вспомнила, неуверенность от этого тоже бывает. Когда тебя сравнивают с другими, ты становишься завистливой, у тебя жуткая ревность. Нет, просто комплексуешь, потому что у меня получается, а у меня нет, а может быть ты в чем-то другом лучше. Нельзя детей вообще сравнивать. Нельзя. Да и взрослым, наверное, тоже не надо себя сравнивать с кем-то, да? Только с собой прежним, по-другому никак. А потому что мы всегда проиграем. Будет кто-то успешнее, будет кто-то моложе, красивее и так далее. Сильнее, здоровее, это бесполезно. Давай расскажем про бонусы, которые получают уверенные в себе люди в карьере и в личной жизни. Бонусы они получают следующие. Но тут надо оговориться, что вот мы с тобой такой пример смотрели про буквальные бонусы. Ты должна быть готова потерять эту работу. Это тоже вопрос уверенности. А, они больше зарабатывают. У них карьера вообще существует. То есть их двигают, а вот они на работу устраиваются, и в этой компании они двигаются вперед и вверх. Почему? За счет уверенности. А работодатель, в конце концов, живой человек. Ему нужны люди, которые говорят, а я знаю, как делать. Ему же прочие работодатели. Он обожает тебя за то... То есть они как-то демонстрируют свою уверенность работодателю? Более того. Вот таким образом? Ну, например, один из самых ярких примеров, который обожают в России рассказывать. Там Жуков не боялся Сталина. И когда на военном совете Сталин говорил явные там глупости, а Жуков военачальник, он сказал, нет, Иосиф Виссарионович, мы вот так вот наступать будем. И Сталин с ним считался. И это правда, кстати. Вот эта внутренняя уверенность, а другие могли за это жизнь отдать. Потому что Сталин, как известно, был психом и такие вещи не прощал. Жукова прощал. Поэтому он даже не обижался на него. Он за счет уверенности считал, что этот знает, как правильно делать. Понимаешь, в чем дело? А другие имели какие-то свои взгляды, рот закрывали. Почему? Чтобы не нарываться. Это неуверенность. Дальше. Люди, которые в себе уверены, эти больше того скажу, они вообще часто работают на себя. На себя, вот. Конечно. Потому что, ну, я тебе так скажу, наемная работа, она бывает прекрасна. Несмотря где ты работаешь и чем ты занимаешься. Но все-таки наемными работниками руководят все-таки более уверенные в себе люди, которые не боятся потерять. Не всегда, кстати. Ну, разные в жизни бывают, да. Но, честно говоря, что такое наемный работник? Ты получаешь деньги, но ты не думаешь о том, откуда эти деньги возьмутся. Кто вообще над бизнесом будет над всем думать. А этот может вообще без денег остаться, который сам на себя работает. Но он не боится того, что он будет принимать решения по самому бизнесу. И не боится, что он может его потерять. Послушай, это же тоже очень важный вопрос. Он не боится, если он один, одинок, например. Или если у него семья, жена и семеро детей. Он тоже этого не боится. Здесь же тоже это важно разграничить. Да. Но опять, уверенный в себе человек. Вот этот прекрасный пример сейчас вспоминаю. Знаешь, есть такой... Помоги мне, я с вами забываю. Михаил Звездинский вспомнил. Такой певец со знаменитой песней. И девочек наших ведут в кабинет. Значит, была такая история. Было интервью не с ним, а с его женой. И она говорит... Я не понял, Михаил Михайлович, как его зовут. По имени отчества и на вы. Она говорит, ну, ведущему. Говорит, подождите, а вы что-то дома с ним на вы разговариваете? Говорит, да. А почему? Говорит, вы знаете, я познакомился, я учился в МГУ. Студенткой была. Он приехал с концертом. И я в нее прямо влюбилась. И его после концерта сразу посадили. И когда его посадили, я к нему ездила в тюрьму. В общем, она, видимо, реально влюбилась. И когда он вышел из тюрьмы, он сказал, ты мне верь. Мы поднимемся. И говорит, у меня такое к нему безмерное уважение, что я дома с ним разговариваю на вы. Я его очень уважаю. Ну, там, мы не будем спорить про творчество. Я другое хочу сказать. Он настолько себя ведет, вот, ну, вот, уверенно в себе, да. Он вышел вообще никакой. Со справки об освобождении. Какая эстрада? Он опять поднялся. Да, это здорово. Скажи, уверенность и наглость. Это тождественные понятия? В Израиле есть такое понятие хуцпайс рейли. Ну, как сказать, еврейская счастье, как наглость, как второе счастье. Да, наглость, как второе счастье. Ты знаешь, они близки. Но люди уверенные, по-хорошему уверенные, реально серьезные, уверенные в себе люди не наглеют. Почему? Они настолько внутренне сильны и уверены, что они не требуют доказывать. Нагло они доказывают. Они пытаются демонстрировать, ну, как сказать, демонстрировать свое превосходство. Это не поведение все-таки совсем уверенного человека. Он еще недоуверенный, но наглый, лучше, чем который застенчивый и который вообще всего стесняется. Вот смотри, такой момент, очень важный на самом деле. Как стать уверенным в себе? Вот есть такое понятие, когда, если у нас плохое настроение, но мы улыбаемся, в мозг поступают сигналы. Ну да. Можем ли мы, демонстрируя какие-то внешние признаки уверенности, стать при этом уверенным? Или так не работает? Во-первых, это работает. Например, у тебя есть выбор. Или ты делаешь то, что ты хочешь, я не знаю, оденешься, как тебе нравится, да? Или ты, например, как я уже, это мой любимый пример, находишься в комнате, где есть стулья, а людей больше. А ты хочешь сесть. Оденься, как ты любишь. Я понимаю, тебе сначала будет тяжело. Ты же неуверенный. Ты будешь смотреть на себя другими глазами. А что они обо мне подумают? Преодолей это. Сядь на этот стул, чертов. Не надо думать о том, что кто-то еще хочет сесть. Пусть этот кто-то тебя попросит напрямую. Уступишь. Но ты же превентивно не садишься. Когда они еще свободные, ты стоишь. А ты хочешь сесть, садись. Выбери ту работу, которую ты любишь. Напиши резюме, единое собеседование. И получи эту работу. Смотри для его отудателем в глаза. Не надо его бояться. Он, кстати, неблагодетель твой. Если вы на другую подходите, ты будешь здесь работать. Вот что такое уверенность. Подойди к девчонке, которая тебе нравится. Я скажу совсем кощунстую вещь. Девушка, подойди к парню. Что ты его боишься? Он не кусается. В конце концов, кстати, любопытная тема про уверенность. А знаешь, почему не подходит неуверенный? Бояться отказа. А уверенный не боится. Уверенный готов это пережить. Уверенный готов сказать, я тебя люблю, а в ответ не услышит. У него от этого самооценка не упадет. Вот если ты хочешь то, что Марьяна говорит, да? Если ты хочешь научиться уверенности, ты должен сделать то, что ты хочешь. Реально. Отбросив все остальные мотивы, что не так поймут, что ты используешь от себя впечатление, а вдруг у тебя не получится, а вдруг тебе откажут. Откажут, откажут, не получится, не получится. Попробуй хотя бы. Если уверенность зависит от того, как я выгляжу и во что я одета, это о чем говорит? О неуверенности. Это все-таки больше к тому, что о тебе подумают и как тебя оценить, да? Это да, это очень сложная конструкция. Она заключается в том, что ты думаешь, что ты уверенный, но ты смотришь на себя глазами других людей. Вот, например, есть такое заболевание, о котором все любят поговорить, никто не знает, что это такое. Нарциссическое расстройство, нарциссизм, да? Все считают, что нарциссы влюблены в себя. Нарциссы самые неуверенные люди, и они себя совсем не любят. В чем тут смысл? Они живут обожанием других людей. Но когда они там, народная артистская СССР, конечно, ее нарциссизм расцветает. Ее все обожают, в ней высочайшая самооценка. Тут начинается вот эта корона там, за облака. Как только человека перестают в кино снимать, да? Все, алкоголь, наркотики и до свидания. Они рассыпаются в секунду. Вот зависимость от менее других людей, это очень большая проблема. Что я советую женщинам? Утром встали, вот как вы встали утром, да? Не подходите к зеркалу, накиньте на себя, чтобы не замерзнуть, идите в булочную за хлебом. Вот как есть. Если вы можете это сделать, у вас нормально самооценка. Булочную – это ладно, а на работу же так не придешь? Тяжеловато, да, на работу тяжелее. Но если вы можете, тут дело не в работе или булочной, если вы можете выйти на улицу и находиться, я не знаю, 10 минут среди людей, которые спугают, нифига себе, и вы это можете пережить, ваша самооценка начнет подниматься. Но как только вы не можете выйти на улицу, она начинает опускаться. Здесь знаешь, какой может быть вопрос, что когда женщина при параде идет, ну, условно идет в булочную, и ловит на себе вот эти взгляды восхищения, и, конечно, ей от этого становится лучше. А когда она этих взглядов не чувствует, ну, немножечко настроение портится. Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен, я не призываю так жить. Я призываю заставить себя это сделать, переломав свое самолюбие, для того, чтобы повысить самооценку и стать вот настолько уверенной. Типа, я люблю себя приводить в порядок, но я не раба, я не заложница ваше мнение, значит, плевать. Мне, да, повышается, ну, как бы настроение, я люблю, но я могу быть вот так. И я со мной, знаешь, как актрисы, которые могут играть страшных и безобразных старух, да? Вот нет у них этого, а есть те, которые... Знаешь, меня тошнит, когда, мы знаем, мы не будем фамилии называть, когда внуки называют их по имени. Не бабушка, говорят, тут еще хуже было, кто-то сказал, и мамы не называть тоже. Вот, больные люди. Типа, я еще молодая, это комплекс. Вот раз уж о детях мы заговорили, как воспитать уверенность в ребенке? Первое, что нужно для этого делать? Для того, чтобы воспитать уверенность в ребенке. Есть только первый, второй и последний, быть уверенным самому. По-другому никак. Неуверенный родитель не может воспитать уверенность. Вообще ни при каких постоятельствах? Если только ребенок не из этой семьи. Бывают такие истории, я их редко, но видел, когда ребенок чувствует себя... У меня одна знакомая, говорит, родители... Меня подменили, она говорит, вы не мои родители, потому что у нас такой менталитет разный. Но, если это все-таки твои дети, а ты человек неуверенный, они будут неуверенны. Ты не можешь им помочь. Я видел эти дурацкие сцены, когда там папа, который все боится, говорит ребенку, давай, сейчас дай ему сдачу, дай ему поклоняю. Когда мама, которая вообще дрожит от полей, сюда на нее, говорит, дочка, давай, из тебя получится, я в тебя верю. Не работает, не работает. Ты берешь крайний случай. Если так, среднеуверенные родители в себе, может быть, не мега какие-то уверенные люди, но тем не менее. И вот как помочь ребенку стать уверенным в себе? Вот расскажи. Ребенка надо поддерживать. Уверенность имеет прямое... Во-первых, давай начнем с того, откуда у детей вообще возникает мысль о том, насколько они уверены. Конечно, от родителей. Когда родители в тебя верят, когда они с рождения говорят, давай, у тебя получится. Они не орут, как я говорил, убери руки, ты сейчас все разобьешь, испортишь и испачкаешь, да? А говорят, а давай вместе. Ребенок привыкает к тому, что у него получается. То есть не ругают его, даже если что-то разбил? Нет, нет. Надо терпение просто иметь, и все. Они, главное, должны ребенку испытывать чувство поддержки. Ребенок должен чувствовать, что его поддерживают. И тогда он становится уверенным. Во всем? Практически, да. Что точно не надо делать, если ты хочешь стать уверенным человеком? Не оправдываться, я не знаю, не сравнивать тебя с другими. Подожди секундочку, хорошая мысль ты дала. Не оправдываться. Что это значит? Давай пример дадим конкретный. Ты проспала на работу. Здравствуйте, здравствуйте. Почему вы пришли на два часа позже? Проспала. Подожди, правильно. Но люди не так говорят. Ой, гости вчера были, я так поздно спать легла. Те, что спрашивают, кто у тебя был, когда ты легла? Вот это оправдание. Не надо так говорить. Надо говорить, как Марьяна сказала. Почему опоздала? Проспала. Буду дальше вопроса, буду дальше объяснить. То есть, отвечайте прямо на вопрос. Это пятое правило. Отвечайте прямо на вопрос. Почему проспала? Потому что поздно легла. Почему поздно легла? Были гости. Нет вопросов. Ответ проспала. Дальше. Старайтесь говорить, что вы хотите, то есть, о своих желаниях прямо говорить, а не спрашивать. Объясню, почему. Вот ты продавщица, я покупатель, я говорю, не могли бы вы мне дать вот это? А ты говоришь, а я не могу вам этого дать. То есть, я как бы делегирую тебе решение, давать мне или не давать, понимаешь? То, что я прошу. Дайте мне это, пожалуйста. Дайте мне это, пожалуйста. Слово «пожалуйста» полностью нивелирует хапнуки, начало фразы. Абсолютно вежливая формировка в любой стране мира. Нас смотрят в США, в Израиле, в Германии. Там говорят, дайте, пожалуйста. А не могу ли я вас попросить? Так вот, когда вы прямо говорите о своих чувствах, прямо говорите о своих желаниях, вы становитесь, конечно же, уверены. Старайтесь, когда вы вообще формулируете свои вещи, не говорить «по моему мнению», «мне кажется», «мне думается». Это все выдает вас неуверенность. Ходите прямо. Если у вас искривление позвоночника, идите на лечебную гимнастику. Не ходите вот носками вовнутрь. Это один из классических. И с такой спиной сгорбленной. Из классических признаков неуверенности. Неуверенности. Ну, мы же уже выяснили, что это идет все от мысли, от осознания. То есть поможет ли в этом случае тогда гимнастика? Как так называют «Атлант расправил плечи», да. Начинайте по-другому чувствовать себя, поможет, конечно. Все выпрямится, шея начнет быть прямой, а взгляд будет вперед и вверх, а не вниз и вбок. Когда вы разговариваете, не уводите в глаза, смотрите в глаза. Это тоже признак страха и неуверенности. Особенно, когда вы с боссом говорите. Когда это ваша работа дать, или я не знаю кто. Вы говорите так, как будто вы вообще всего боитесь. А вы боитесь, что вас уволят. Вообще, есть люди, которые каждый день об этом и думают. Вы должны, чтобы он боялся, что вы уйдете, а не вы боятся, что вас уволят. А как сделать, чтобы он боялся, что вы уйдете? Должна быть уверенность у вас такая. То есть ты хочешь сказать, что для этого не обязательно обладать такими вот сверхценными навыками? Нет. Из-за которых... Конечно. Ну давай хотя бы профессионализм должен быть. Само собой. Как сказал Карл Масс, на 100 рублей, которые ты приносишь в компанию, ты свой рубль получаешь, принеси ей 100 рублей. Но дело в том, что соискателей-то много, понимаешь? А выбрали-то вас. А еще любопытная деталь. Я, как советский человек, думал, что, например, в Америке берут за деловые качества. Неправда. Ты знаешь, когда в Америке происходит собеседование, есть два человека с одинаковым набором. У них определенный бэкграунд, то есть у них образование одинаковое и определенный опыт работы. Знаешь, кого возьмут? А вот кто в себе увереннее и кто лоялен точки зрения, это тоже дело уверенных. Кто комфортный для коллектива? А для коллектива не очень комфортные люди, которые в себе не уверены. Они очень, так сказать, тяжеловатые, что ли. Они не говорят прямо от своих желаний с ними. Просто сложно общаться. Скажи, чем ты объясняешь тот факт, что в Америке и в Европе гораздо большее количество уверенных в себе людей, нежели в России? Ну, главная причина, их не бьют в детстве. Их не трогают руками, это запрещено. К ним выражают уважение, начиная от рождения, детский сад, школа. Никто не говорит, что таких идиотов еще не видела. Таких дебилов класса у меня еще не было. Потому что сразу родители за это либо штраф, либо лишат родительских прав. И родители, и учитель не будет работать. И у них никто не бьет линейкой по рукам в музыкальной школе. То есть они, как сказать, не битые поколения, ну и в прямом, и в образном смысле, на них не орали. Это все считается криминалом. Вообще культура другая уже. Ну, на Западе реально другая культура. Поэтому там совершенно другое поколение, и ты абсолютно правильно говоришь, они в себе гораздо более уверены. Это правда. Еще любопытная вещь. Вот есть израиль-арабский конфликт, где воюют израильтяне и арабы. Арабы, дети, их жестко воспитывают. Их могут улыбить и наказывать. Евреев, ну, сама понимаешь, целуют в попу. Евреи оказываются сильнее духом и бесстрашнее. Арабы более трусливые. Как ни странно, это я обращаюсь к тем, кто решил мальчика-мужчину вырастить, да? Вы только забьете, он будет гораздо более трусливый. А вот как раз избалованные, как бы, еврейские дети, которых пыль сдувает, когда доходят до войны... Все позволяют. Они оказываются гораздо и жестче, и конкретнее, и бесстрашнее. И они не боятся того, что могут бояться арабы, потому что они не битые. Они уверенные в себе люди. Это совершенно другая психология. Ну, и в заключение, по традиции, несколько правил уверенных в себе людей. И главное, как этого добиться? Вот как помочь людям стать уверенными? Во-первых, если вы так уже воспитаны, как человек не очень уверенный, вы это про себя знаете, начинайте с этим расставаться, как с пагубной привычкой. Первое, вы должны отбросить вот эти вот побочные страхи и тревоги, и все-таки стараться делать то, что вы хотите, реально любой ценой. Если вы хотите, например, мы говорим о работе, какие-то зарабатывать деньги или иметь какую-то должность, вы должны сказать себе, я готов остаться без работы. И когда вы будете готовы, вы получите и деньги, и карьеру. Я готов к тому, что эта девушка, которой я прямо влюблен, меня сейчас пошлет. Готов, и я к ней подойду. У вас гораздо больше шансов будет, что она вас не пошлет. А если будете тут сопли сживать, она точно вас пошлет. Вы должны стараться делать то, что вы хотите. Вы должны прямо выражать свои мысли, а не говорить, по-моему, или мне кажется. Вы должны говорить, дайте мне, пожалуйста, а не могли бы вы мне дать. Вы должны брать на себя ответственность, вы должны меньше спрашивать других о себе, не переспрашивать, а как я сделала, а как я выгляжу. Я должна сама в себе найти силы понравиться себе. Но и самое главное, последнее, человек уверенный абсолютно принимает себя полностью и любит себя таким, какой он есть, а не за что-то или частично. И не думая, что скажут о нем окружающие или подумают. Он не зависит вообще от меня и окружающих. Это, кстати, один из признаков уверенности. Спасибо. Это были советы от психолога Михаила Лобковского. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok